Когда я училась в младших классах, у меня была мечта стать учителем. У меня просто бабушка учительница русского языка и литературы. Более в старших классах, когда уже пришла более осознанность в жизни, мне мой дядя, в тот момент действующий офицер Вооружённой силы Российской Федерации, предложил, скажем так, пойти в армию. Свой путь в армию Юля начала ещё в Волгограде, в высшем военном училище. Успешно окончила и по распределению попала в Читу. Нужно ли говорить, что родители девушки были удивлены, узнав о том, что дочери придётся уехать за 6 тысяч километров от дома. Мама у меня стала узнать про этот город. Очень разные слухи ходили, конечно, провокационные, скажем так. То она мне рассказывала, что вроде как в Чите ходят чуть ли не медведи по городу, что люди здесь живут в землянках. Сказки вообще, конечно, очень интересные были. Мы были в шоке, но решила рискнуть поехать, посмотреть на Забайкалье. И могу сказать, что довольна. Здесь Юля нашла и своего будущего мужа. Он сержант, она уже лейтенант. Но это была любовь с первого взгляда. Познакомились мы в Чите, в нашей части. Он тогда служил в срочную службу, уволился. И стали потом общаться, дружить. Потом создала семья. Сегодня у Юлии крепкая и дружная семья. Двое сыновей уже мечтают продолжить династию военных. С малых лет учатся быть самостоятельными и дисциплинированными. Равняются не на середину, а на главного офицеров их жизни – маму. Мне кажется, я прошла огонь в воду и медные трубы. И после окончания данного училища, когда я приехала в Читу, мне казалось, что я могу все в этой жизни и побороть вообще все, что угодно. И как мне дядя говорил, куда ты поедешь в определенное место, скажем так, служить, я сказала ему, в этой жизни буду добиваться всего сама. Вот до сих пор это и делаю.